Жулики! Вранье! Вранье! Я видел, продают! Именно ты разбогатеешь миллион за месяц, там, сиськи-письки, тачки, ну, например, там, в Греции где-то, а лучше в Амстердаме, потому что там трава, в общем, давай с нами! Я не призываю бежать в DreamTrips, нет, это пирамиды. Всем привет, с вами Кира Уланов, маркетинг-ревизор, и сегодня предметом моей ревизии станет американская сетевая компания World Ventures. Я решил сделать разоблачение разоблачителей этой компании, точнее, разоблачителей продукта DreamTrips. Давайте разберемся, что такое DreamTrips для тех, кто не в курсе. Это симбиоз интернет-сервиса и клуба путешественников, который предлагает комплексные туры по сниженным ценам, дает гарантию лучшей цены на бронирование билетов на самолет, отели, автомобили, есть кэшбэк, плюс сверху возможность заработать, просто рекомендуя сам DreamTrips целевой аудитории. И вот причина моего интереса, она очень простая. Компания сегодня хейтят очень многие, ну, впрочем, как и многие другие сетевые компании. Но вот отличие этой компании в том, что вот в этой компании я лично побывал внутри, я ужинал с владельцами этой компании, сам пользуюсь сервисом, и получил свой реальный опыт, которым уже неоднократно делился у себя в Instagram-аккаунте. И вот подробно изучив претензии компании в интернете на русском и английском языках, хочу дать свою экспертную оценку и постараюсь ответить на все возможные слухи, нападки и неприятные вопросы в сторону компании WorldVentures. Сразу вопрос. Это пирамида, развод, чернуха? Конечно же, четкий ответ хорошо знают разоблачители в сети. Но на деле все немножко сложнее. С одной стороны, сеть полнится негативными отзывами, а разоблачения заливаются на YouTube буквально каждую неделю. С другой стороны, у кого нет негативных отзывов и нападок, взять тот же Apple. Не меньше людей хейтят, и у каждого на то свои причины. При этом не стоит вопрос в том, что яблоку нужно лишь содрать три шкуры и разводить своих пользователей. Почему? Потому что в них никто не сомневается, потому что они просто работают. У WorldVentures сейчас все тоже замечательно. Капитализация растет, новых пользователей, которые пользуются продуктом, именно интернет-сервисом, с каждым годом все больше и больше. И многие пользователи сообщают о своих результатах на сайте сервиса, в социальных сетях, на сторонних ресурсах. Кто-то рад, кто-то ждал большего. Ну и, конечно же, это нормально, полностью разочарованы тоже есть. Работа любой компании состоит из абсолютно разных результатов. И вот такие смешанные отзывы – лучший показатель. Чего? Лучший показатель работоспособности. В наше время открытый интернет и общая грамотность населения, слава богу, позволяют быстро накрывать мошенников и лишать их питания. Потому все чаще разводила, живут сериями афер, но не промышляют годами одним тем же родом деятельности. Как я говорил, компания сейчас в опале у многочисленных разоблачителей. Вот, окей, вот один из примеров. Это обзор от представителя казахского отделения другой сетевой компании НЛ, который имеет опыт работы в сетевом маркетинге. Это видео, оно выглядит получше других, потому что здесь автор больше делает ставку на конкретные ссылки, а не только на отзывы и то, что сам где-то слышал, как делать большинство разоблачителей. Автор начинает свое видео с объяснения своего мотива и цели. Далее он описывает, как работает его собственная компания НЛ, откуда идет доход и что там есть система. Надо сказать, что этому посвящено чуть ли не больше времени, чем самому DreamTrip. Таким образом, он как бы доказывает, что он шарит в этом направлении бизнеса, а не просто взял и решил записать разоблачение на DreamTrip. Далее идет демонстрация разных ссылок, скринов и иностранных источников. И в конце он обещает извинения, если ему докажут его неправоту. Окей. Проблема в том, что автор видео потратил много времени на поиск и сбор всех ссылок, пруфов, львиную долю ролика уделил описанию своего опыта работы. Но в итоге времени не осталось на то, чтобы хорошо изучить сам продукт и то, как это работает. Если он действительно имеет большой опыт в сетевом бизнесе, то он бы смог увидеть логику и смысл в партнерке DreamTrips. Я не утверждаю, что он побежал бы подключаться к сервису, но я и не отрицаю этого. Но как минимум понял бы тему точно лучше. В конце концов, в обзоре он неоднократно упоминает свои доходы и хвастается своей платиновой картой, которая дает ему примерно похожие преимущества. Так что для хорошего обзора он мог бы потратиться для подключения к DreamTrips, а в идеале для теста хотя бы одного путешествия. В таком случае он бы или изменил свою точку зрения, или смог бы сделать разбор более конструктивным и убойным, что вряд ли. В общем, у него нашлось время на все, кроме ключевой части подготовки. Я, как маркетинг-ревизор, с удовольствием отвечу на главные претензии, которые примерно одинаковы у всех разоблачителей. Я думаю, что всем было бы интересно услышать ответы. Но вот перед тем, как начать давать ответы, благо у меня очень взрослая и думающая аудитория на YouTube-канале, я бы вам хотел задать один вопрос. Достаточно нестандартный. Хотели бы вы, чтобы я записал для вас отдельное видео, в котором рассказал бы, чем отличается одно-двухуровневый маркетинг, это я про традиционный бизнес, чем отличается от многоуровневого маркетинга, 5, 10, 30, 50, 100 уровней и более, это я про сетевой бизнес. И стоит ли вообще во всю эту историю с сетевым вписываться? Если стоит, то кому стоит вписываться, а если не стоит, то тоже кому? Все мы с вами знаем, что вокруг много говна про сетевой бизнес, но никто толком не может объяснить, почему это говно. Никто не может на понятном маркетинговом языке объяснить все плюсы и минусы, риски и возможности. Хотите, для вас запишу такой ролик? Возможно, вам лично это будет полезно, и вы для себя откроете доп. доход, или, может быть, сделаете его основным, а возможно, вам это не подойдет. Но зато вы сможете утереть нос тем, кто без доводов, оголяет зубы, ничего не понимает. Если у вас был опыт с сетевом, то скорее он был в полях. Без воронок продаж, без трафик систем, ваш бизнес строился на родственниках и друзьях, или в лучшем случае на аудитории в социальных сетях. Это фиаско. Давайте так, как только это видео наберет 1000 лайков, я запишу для вас такой видос. Ничего подобного на YouTube ни от кого не было. Ну, впрочем, как обычно. Итак, камбэк, возвращаемся к DreamTrips. Довод номер один. Это все пирамида. Если не пирамида, тогда откуда берутся деньги? Так, стоп. Экскурс в Википедию. Мы к ней, кстати, еще не раз с вами вернемся. Пирамида. Это система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Плюс в финансовой пирамиде фокус всегда на обогащении, а не на пользовании продукта, которого обычно никогда и нет. Что в случае с DreamTrips? Чтобы подключиться к интернет-сервису, к продукту, ты платишь деньги. Логично, что ты платишь за продукт, которым будешь пользоваться. Пользоваться для своих будущих более выгодных путешествий или для того, чтобы в нем разобраться и рекомендовать другим не через задницу, рассказывая какой-то гениальнейший продукт, а разобравшись в нем на самом деле. На момент записи этого видео стоимость пользования сервисом 150 долларов в месяц, где деньги в 100% объеме возвращаются электронными деньгами в твой личный кабинет. Ты их можешь использовать на удешевление предложений твоих будущих путешествий. Приведу один из примеров, как работает система в DreamTrips. На этом слайде вы видите, как происходит общение с менеджерами консервиса и как приходит подтверждение брони в отеле 4 звезды. Стоимость тура 45 910 рублей 81 копейка. Запомните эту цифру. Здесь вы видите уже подтверждение брони и сэкономленные 10 тысяч рублей 10.68. К сожалению, что-то пошло не так и отель от подтверждения отказался. На этом месте хейтеры такие, ой, я же говорил. Но, как вы видите на слайде, консервис решил вопрос и предложил взамен 4 звездам поселение в 5-звездочном отеле в центре Дубая без доплаты. Стоимость проживания в предоставленном номере при бронировании через booking.com составляет 133 815 рублей плюс 32 270 рублей налогов. То есть в 3, даже в 3,5 раза дороже того, который заказывался изначально. И вот вам пример одного из, я подчеркиваю, лишь одного из продуктов компании. Конечно же, чтобы на 100% прочувствовать преимущество DreamTrips, нужно путешествовать хотя бы 3-4 раза в год. Если же просто платить за сервис, но не пользоваться им, то, простите меня, любой физтовар или интернет-продукт без использования, он не оправдает вложенные в него деньги. Камон. Надо понимать, что если мы говорим про продажу чисто сервиса, то он подходит тем, кто путешествует в самые разные страны и привык хорошо отдыхать. Да, цены там на туры выгоднее аналогичным в других турагентствах, но не на все. Например, в самый распространенный у среднего класса населения Египет и Турцию можно урвать дешевую горячую путевку в турагентстве, которая будет стоить дешевле, чем в интернет-сервисе DreamTrips. Весь включенный сервис будет несколько ниже уровнем, чем это обычно в DreamTrips, но будет дешево и слава богу. А вот комплексные перелеты, например, в Америку, Китай, Японию, скандинавские страны, Европу с остановкой в отелях 4-5 звезд и дополнительными опциями по лучшей цене – это вот как раз то, что предлагает сам продукт DreamTrips, компания World Benchers. Ничего сложного и ничего заумного. Все изи. Ты можешь просто путешествовать, а можешь еще и продавать доступ к этому продукту другим людям, получая себе дополнительные бонусы и дополнительный доход. Если тебе понравится, никто не будет против, если ты возьмешь и развернешь полноценный сетевой бизнес на этом продукте. Я не думаю, что любая другая компания была бы против, если бы ее фанат захотел помогать в распространении продукта, с которым он сам соприкоснулся и получил положительный опыт пользования, так называемый «user experience». Чтобы зарабатывать на рекомендациях, нужно просто докупить возможность продавать продукт. По сути, купить просто опцию быть консультантом. Короче, как говорят продвинутые сетевики, нужно купить франшизу стоимостью, в данном случае данной компании, до 30 долларов в месяц. И далее ты выстраиваешь свой доход по одной из двух моделей. Первое. Ты либо просто продаешь по партнерской программе, не выстраивай никакой сетевой бизнес, продал, получил комиссию. Либо ты выстраиваешь второй вариант. Выстраиваешь многоуровневый маркетинг и получаешь бонусы от всей своей команды, в которую ты складываешься своим временем и нервами. Почему нервами? Потому что иногда приходится общаться сетевикам с очень одаренными людьми. Я резюмирую. Товарооборот строится на ежемесячной оплате за сервис и или за франшизу. Скалькулировать и понять стабильность компании, думаю, сможет каждый здравомыслящий человек. Опять же, тоже не нужно быть самым образованным, чтобы понять, что путешественники – это одна из самых платежеспособных целевых аудиторий в мире. Вы согласны со мной? Опять же, это логично. Плюс, кроме системы ежемесячных платежей, товарооборот создается за счет мерча. Майки, значки, кепки. Ведь вы состоите в самом большом в мире клубе путешественников. И потому для многих, не для всех, для многих круто демонстрировать это окружающим. За счет всех этих подписок, продажи туров, партнерских акций, мерча, сотрудничества с авиалиниями, туроператорами и создается бюджет этой организации. Организация компании World Ventures. Эти же деньги компания не просто тратит на выплаты участникам клуба. С этих денег оплачиваются скидки и подарки, которые приобретаются за накопленные бонусы. Далее, довод номер два. 80% ничего не заработали, если верить отчету компании за 16-й год. Мне не стоит, наверное, говорить, что жулики не стали бы освещать такую нелицеприятную статистику. Вы согласны? Да или да? Основная задача компании – продажа туров по наиболее выгодным ценам и помощь в организации путешествий и отдыха клиентов. Это их продукт. И многие, подключаясь к интернет-сервису DreamTrips, даже не думают участвовать в построении интернет-бизнеса. Эти люди никому не предлагают покупать через них членство или туры. Они просто пока не планируют брать и зарабатывать. Но сами они за доступ к DreamTrips заплатили, чтобы путешествовать, получать бонусы и быть всячески выгодей. Как вы уже поняли, они ежемесячно оплачивают за пользование сервисом и, когда надо, выбирают подходящее предложение. По сути, большинство из них и составляют эти 79, ну почти 80%, плюс те, кто попробовал построить бизнес, но ничего не получилось. Потому что допустил фатальную ошибку, которую допускают 99% людей. Строят бизнес на родственниках и своих любимых друзьях. Глобально это все мимо цели. Я напоминаю, напоминаю, что если вам будет актуально, я запишу отдельное видео про сравнение маркетинга в традиционном бизнесе и сетевом. И расскажу, как строится система продаж в интернете. От вас 1 тысяча лайков. Условия не изменились. Следуем дальше. Довод номер три. Компанию запретили в Норвегии, признали пирамидой. Самый популярный довод. Самый популярный довод на момент записи этого видео. Видео разоблачений, разоблачителей. Тут даже копаться не нужно. Все указано на норвежской википедии. Государство нашло признаки финансовой пирамиды в том, что процент от дохода компании, который обещан торговым представителем в качестве выплат, распределяется между ними неравномерно. Мол, три четверти от всех выплат получило менее 1% самых лучших менеджеров. Опять же, я об этом сказал. Не все, кто входит в DreamTrips, являются торговыми представителями и продают интернет-сервис. Большинство просто берет и пользуется сервисом, пользуется бонусной системой и всеми предложениями. Плюс доход не испаряется в никуда. Указано, что малый процент менеджеров делят его между собой. Стоит полагать, что для такого права они и вкалывают, как проклятый. Просто так деньги определенной группе людей бы никто не платил. А просто так делить выручку примерно поровну между тем, кто вджобывает, и теми, у кого выходит, ну, как бы не очень, ну, это типа окей, да? Я считаю, это не окей. Думаю, вы тоже считаете, что это не окей. Кроме этого, WorldVenture сработают с 2005 года. За это время компания распространилась на 41 страну мира на момент записи этого видео, в большинстве из которых финансовые пирамиды просто-напросто запрещены. Само собой, здесь же и в США, где компания изначально была зарегистрирована и имеет головной офис по сей день. Однако в этих странах к организации претензий нет. Даже исков об неуплате налогов никогда не было. И учитывая, что из всего большинства солидарных в этой части законодательства лишь одно государство выступило против WorldVentures, мягко говоря, сложно назвать организацию пирамидой. Судя по результатам масштабирования, компания внимательно изучает все законодательные нюансы страны, где планирует открываться. Промах с Норвегией показал, что здесь не все моменты были учтены. Опять же, это бизнес. Это опыт. Так бывает. Довод номер 4. Скачки доходов по версии Direct Selling News. Если отправиться на тот же ресурс, который нам показывали, то можно найти немало других компаний, которые активно растут, причем набирают обороты стремительно. Apollo выросли с 170 миллионов в 2011 году до 578 в 2015. It Works с 200 миллионов в 2012 за год поднялся более чем в 2 раза до 456. Или Market America, у которых оборот стабильно растет, причем нередко с серьезными скачками. Если вам ничего не говорят эти компании, то вот вам Faberlic с 356 до 563 миллионов за год. Что касается DreamTrips, компания активно открывает представительство не просто в новых городах и в странах, стараясь как можно плотнее охватить планету. Вопрос не просто в том, чтобы везде набирать людей, которые принесут деньги, а чтобы клиент мог поехать в любую точку земного шара. И там нашел единомышленников клуба WorldVentures. Само собой, такое вот активное расширение приводит к чему? Приводит к привлечению новой клиентуры и повышению доходов. Это логично. Потому такое вот скачкообразное увеличение оборота, оно очень даже ожидаемо. Довод номер 5. Исковое заявление от Melody, Юри, Юру, указывающее, что 99% подписчиков сервиса даже чуть больше теряют в год 1000 баксов. В мае 2017 года один из пользователей сервиса DreamTrips, как раз вот эта вот Melody, собрала единомышленников и подала коллективный иск, требующий признания WorldVentures пирамидой США. По ее заявлениям, компания предоставляет недобросовестные финансовые отчеты, в которых указано, что ключевая часть дохода идет от продажи продукта. При этом якобы на самом деле главный богатитель это новые пользователи. Однако после длительных разбирательств 11 сентября 2018 года иск был отклонен. Я думаю, суд США подкупить было бы, ну, сложновато. Да и в таком случае процесс не затянулся бы почти на год. Так что выводы, они очевидны. Как мы уже выяснили, это опять же все очень просто. Вы думаете, сколько вы зарабатываете от магазина, когда покупаете там продукты? Нет, вы там тратите. Здесь люди тоже тратят средства на поездки, путешествия, отдых и качественную организацию всего вот этого процесса. Те же, кто пошел в партнерку и серьезно этим занялся, зарабатывают достаточно. Как рассказал сам обозреватель насчет своей работы в сетевом бизнесе, это довольно насыщенный задачами и действиями процесс, когда нужно активно работать над распространением продукта в том объеме, в каком это будет выгодно. Просто далеко не всем это дается. Не все хотят этим заниматься и не каждый пробующий доводит дело до конца. Учитывая, что DreamTrips не навязывает сетевую модель распространения продуктов, то вполне логично, что этим занимаются не все. Кстати, кстати, это важный момент. Разоблачением в Бортбенчу занимаются не только отдельные блогеры. Даже на телевидении компания засветилась и уже даже не один раз. Само собой где? Точнее, в какой рубрике? В разоблачительных репортажах. Вашему вниманию один из последних таких роликов, который был запущен в новостях Уфы. Структура выпуска классическая для телевизионных разоблачений. Взят ровно один свидетель с негативным отзывом, его закрывают от зрителей и меняют голос. Далее идут рецензии экспертов. И ни одного защитника никто не позвал. С официальными уполномоченными представителями никто не связался. Здесь тоже можно разобрать по пункту. Первый значимый довод. Чем это грозит нашим туристам? Они не застрахованы. Если что-то, не дай бог, пойдет не так, то, соответственно, турпомощь не сможет помочь этому туристу. Например, там, не дай бог, стихийное бедствие или что-то такое, ЧП происходит. Тоже классический такой метод телевидения – вырвать нужный факт, не раскрывая все его нюансы. Да, на момент записи этого видео страховки нет. И она не входит в состав туров от DreamTrips. И, по моему мнению, это наиболее демократичная тактика в туристическом бизнесе. Компания не обязывает вас докупать свою страховку, где обычно гора нюансов и лазеек для того, чтобы пострадавшим ничего не выплачивали. Вместо этого рекомендуется заранее самостоятельно изучить рынок страховых услуг там, куда вы собираетесь отправиться и подобрать наилучший для вас вариант страховки. В итоге вы можете сами выбрать удобный вариант, а не мириться с обязаловкой. Причем она часто не работает. Попробуйте погуглить случаи, когда турагентство находило лазейки, чтобы не платить компенсацию своим клиентам. Вам выдаст много всего. Здесь же вы сами выбираете страховую, которая будет заботиться о вас в случае ЧП. Не дай бог. Но все же. Можно спокойно поглядеть отзывы, реальные случаи и условия сотрудничества. Далее. Эпизод со скрытой камерой тоже хорош. Я уже говорил, что главная проблема с клиентами у DreamTrips – это продавцы франшизы, которые плохо разобрались в условиях и неправильно излагают их своим клиентам. Здесь же видно, что репортер побывал у одного из таких менеджеров. Один его комментарий. Оператор видит, что какие-то деньги он может себе оставить, а какие-то деньги он может сразу вам отдать. Ну, выдает в нем человека, мягко говоря, не совсем профессионального. При том, что официальное руководство представителей самой компании World Ventures с радостью, с радостью идут на контакт и готовы ответить на все вопросы. Поэтому идти за ответами на частную презентацию – не самый корректный выбор. Если бы репортеры попросили комментариев от первых лиц, то ответы были бы конкретнее и точнее. Хотя в таком случае сюжета о мошенниках бы не вышло. Под конец репортажа идет консультация юриста, который говорит… Если мы говорим об статье 172.2, это уголовная ответственность, которая была введена в 2016 году за создание так называемых финансовых пирамид, она применяется только для физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В данном случае этот концерн действует по законодательству США, поскольку имеет штат-квартиру в США. И тут резко специалиста обрывает. Если ты действительно профессионал, он должен был сказать, что в США тоже действуют такие же правила. И DreamTrips давно бы уже арестовали, будь она пирамидой. Более 10 лет на рынке США как-никак. Но лучше же вырвать полезное из контекста, потому что иначе интересного репортажа не будет. И под занавес. Традиционное сравнение с незабвенным ММММ. Насчет этого я уже говорил. Сравнение полностью некорректное. МММ держались только за счет чего? Кого? Кладчиков. У DreamTrips есть свой твердый и понятный продукт. Окей, если вы пришли ко мне на канал откуда-то из интернета и вы упертый, то сравните просто срок жизни МММ и WorldVentures. Это скажет о многом. Также о качестве репортажа отлично скажут комментаторы на YouTube. Просто посмотрите сами. Вывод очевиден. Все очень просто. Давайте разберемся, продает ли DreamTrips быстрое обогащение и ничего не делание. Нет, не продает. Вранье. Вранье. Я видел, продают. Да, продают. Ну, Кир, как же да? Ты только сказал нет. Ты что, переобулся? Нет, не переобулся. Как же нет, если было да, а сейчас нет. Вот это вот типичный диалог без погружения в суть. Действительно, компания не продает идею быстрого обогащения и ничего не делания. Компания продает идею путешествий, лайфстайл, важность единомышленников, тусовку, развитие. А вот некоторые люди, которые пользуются DreamTrips, они не знают, как правильно выстроить, например, там, воронку продаж и как продавать DreamTrips через раскрытие выгод. Они выстраивают свой недомаркетинг самым простым и грязным путем. С нами именно ты разбогатеешь миллион за месяц, там, сиськи-писки, тачки, ну, например, там, в Греции где-то, а лучше в Амстердаме, потому что там трава. В общем, давай с нами. Вы поняли. Пожалуйста, учитесь отделять зерна от плевел. Смотрите на опыт людей, которые вам что-то обещают. Смотрите на их результаты. Если они действительно построили маркетинг-систему, которая работает раз, два, три, постарайтесь разобраться, как она работает. Привлеките маркетологов, если вам, может быть, самому сложно понять. Далее. DreamTrips владеет туроператором Rovi. Это компания с 25-летним опытом на момент записи этого видео в своей сфере. Имеет много наград и положительных отзывов как от обычных пользователей, так и от предпринимателей. Известность и связи. Известность и связи. Или известность и связи. Туроператор использует для того, чтобы сотрудничать с лучшими отелями, авиакомпаниями в Бире, получать у них особые офферы, особые предложения. Rovi также скупает туры оптом до 200 тысяч позиций за год, которые далее без накрутки цены, за рекламу и красивые буклеты, распространяют через покупателей франшизы. И вот отсутствие нагрузки от традиционной раскрутки, DreamTrips тоже сильно удешевляет путешествия, предлагает покупателям лучшую цену. И именно так, вот именно так, создаются уникальные туры под ключ, в которые входит полный спектр всего, что может быть интересного. Там аренда авто в месте прибытия с подачи к вашему прилету, бронирование места в отелях, ресторанах, развлекательных учреждениях и так далее. До чего уж там. Финансовая пирамида, она не стала бы, она не стала бы заниматься благотворительностью. Так долго, как минимум. У компании есть свой фонд, World Ventures Foundation, который выделяет деньги и силы на помощь детям по всему миру. Строятся школы, игровые и спортивные площадки, проводятся акции для сирот и проходящих лечения тяжелобольных детей. И вот за прошлый год впервые были проведены благотворительные акции в Польше, в Польше, в Израиле, в Канаде, в Франции и Ирландии. В ВВФ участвовал в сборе средств для пострадавших в крупных пожарах в Греции и землетрясении в Индонезии в прошлом году. Ролик, который вы сейчас видите на этом экране, может рассказать больше, но еще больше можно узнать внутри самой компании, поскольку в клип на полторы минуты сложно уместить все. В остальном ситуация обычная. Есть хейтеры, есть пользователи. Сама компания работает, как уже говорил, с 2005 года, и капитализация постоянно растет, и она распространяется на новые страны. Как сам вот казахский обвинитель заявил, пирамиды столько не живут. Что самое смештое, страдает репутация больше всего не от тех, кто остался недоволен сервисом. Как мне сказал сам основатель, у нас нет ни одного негативного отзыва о том, что, мол, человек приехал на круиз, а корабля такого нет. Или отель такой еще не построен. Больше всех негативная критика идет от тех, кто даже не пробовал, да и, скорее всего, не имеет стремлений путешествовать. Не читал, но осуждаю. Это у нас с вами национальная черта, и ничего с этим не поделать. В случае с DreamTrips большинство настоящих негативных отзывов, они основаны на ошибках и недопониманиях, которые привели к потере денег или к каким-то другим неприятностям. Одна часть это люди, которые в чем-то не разобрались и что-то напутали. Но им открыта дорога в службу поддержки, где любые проблемы готовы решить. Однако, почему-то некоторые предпочитают туда не обращаться, а идти сразу жаловаться, например, на форумы. Самое забавное это отзывы о том, что клиент, например, отказался от сервиса, а с него, с карты, продолжают списываться деньги. Но, конечно же, проще сидеть и плакать об улетевших деньгах, нежели нормально разобраться в механизме выхода из сервиса. На крайний случай можно просто пойти и перевыпустить карту. Снова никто не сможет деньги списать. Это, опять же, вроде логично. Вторая часть это клиенты, решившиеся на построение сетевого бизнеса, которые оказались не так эффективны в этом деле, как им показалось. Много негатива исходит из того, что они толком не объясняют своим клиентам все нюансы и не знакомят с продуктом на 100%. Часто потому, что сами плохо его изучают, хотя все менеджеры по 100 раз повторяют, что это нужно делать, что нельзя продавать то, в чем ты не разбираешься. По тому выходят конфликты, число случаев недопонимания, оно просто растет волнообразно. Компания подчиняется закону о 14 днях. То есть любой клиент в течение двух недель после подключения к сервису может без объяснения причин выйти из него и получить назад все средства, потраченные на подписку и вступление в полном, в полном стопроцентном объеме. Вот вам, окей, вот вам один из примеров возврата денег, который был совершен по стандартной процедуре за 14 дней. Посмотрите, дополнительно прикладываю еще один. Опять же, стандартный для самого обычного клиента, а не какого-то там, ну, например, депутата, который пригрозил санкциями и арестами. Еще хочу рассказать другой случай, я бы даже назвал его, скорее, показательным. Дело в том, что возврат просил подписчик сервиса, с которым работал конкретно я. Я принял его заявку на возврат средств, но я забыл передать своему менеджеру из DreamTrips, который мне во всем помогает. Это был чисто мой косяк. В итоге пользователь Стова напомнил о себе уже через длительное время, уже через 3 месяца, и все это время с него списывались деньги, ежемесячная оплата. Он молчал, а я забыл. Я объяснил всю ситуацию технической поддержки, и в итоге ему вернули деньги не за 14 дней, не за первый месяц, а за все 3 месяца, которые он по моей вине просто терял средства. Это действительно честно и правильно. Ну, честно и правильно, что вернули, а не что сериал. Клиент не должен был страдать из-за того, что я взял и забыл. Просто человеческий фактор. Да, если бы не вернули, то я бы вернул с своего кармана, но я был приятно удивлен, что даже не пришлось как-то отдельно или особо просить у DreamTrips каких-то специальных условий по возврату. Нет, я просто объяснил ситуацию, и они сами без промедлений приняли такое решение. Я считаю, что это показательный случай, когда сервису не плевать, и он поступает правильно там, где мог бы сделать все в свою пользу. Ведь процедура, это позволяет, 14 дней, 3 месяца они не обязаны. Конечно же, часто первым делом мы обвиняем в таких ситуациях не себя. Проще назвать другого дураком, мошенником. Это не порог. Просто так часто работает наш мозг на негативных эмоциях. Что делает DreamTrips? Непрерывно трудится над улучшением работы с клиентами, чтобы обратная связь была проще и удобнее, взаимодействие со специалистами проще, возможности шире, а условия прозрачнее. Менеджеры призывают клиентов внимательно изучать продукт и все условия, чтобы просто не вводить клиента в заблуждение и не создавать конфликтных ситуаций. DreamTrips всегда ищет, что можно сделать лучше, активно разрабатывая новые идеи. Какой же урок можно извлечь из моей ревизии? Из разоблачения разоблачителей. Часто репутацию бизнесу портят не клиенты, а просто сторонние люди, которые никогда бы не воспользовались вашими услугами даже в условиях, когда вас никто не хейтит. Им не лень придирчиво искать доводы ненавидеть вас, но они не потратят и капельки того же времени на то, чтобы поискать ответы на свои претензии. Мой видеоответ основан на личном опыте, который я получил после использования сервиса и совместного ужина с владельцами компании World Ventures. Поэтому я уверен в своих словах, в том, что я видел и с чем работал и продолжаю работать сам. Чем продолжаю дальше пользоваться сам. А насколько разоблачители доверяют страницам, которые путаются в ценах, количестве и структуре туров, не могут толком рассказать о бонусной системе, умалчивают многие факты и вообще сам принцип работы компании описывают неверно, ну это уже, это уже, это уже другая история. Я не призываю бежать в DreamTrips, нет. Это личный выбор каждого из вас. Я лишь показал, что ко всему нужно относиться аналитически, не спеша с выводами. Во всем важно разобраться. В заключение давайте с вами переместимся в параллельную вселенную и представим, что компания World Ventures с продуктом DreamTrip все-таки действительно финансовая пирамида. Это пирамида. Давайте представим. Возьмем меня как пользователя, человека с репутацией, которому есть что терять при фатальном промахе. Я отдаю себе отчет, что кругом в разных странах компании закрываются-открываются, банки, рестораны, СТО, клубы, сетевые компании. И вдруг настал тот день, когда компания World Ventures накрылась медным тазом. И все, что наработал, я все потерял. Не дай бог, не дай бог. Так что же такого наработал и что же я потерял? Вы знаете, я отдаю себе отчет, что при закрытии компании моя репутация не пострадает. Потому что я не вводил людей в заблуждение и не продавал им быстрое обогащение через ничего не делания. Вообще никак не продавал обогащение. Единственное, что я потеряю, это тот доход, который я получал в этой компании. Да, неприятно, но я же получал этот доход через выстроенную мной маркетинг-систему. Что мне мешает? Найти классный продукт другой сетевой, если я захочу, например, и выстроить там такую же систему 1, 2, 3. Но ничего не мешает. Я это уже взял и сделал. Это называется диверсификация риска. Но что же лично я приобретаю на практике? Чего же нельзя у меня такого отнять, чтобы не случилось? Во-первых, благодаря DreamTrips мои глаза увидели новые страны, которых я никогда раньше не был. Далее я познакомился с человеком, который входит в топ-5 венчурных инвесторов Силиконовой долины и заключил с ним бизнес-партнерство. Это случилось 19 февраля 2019 года. Третье, сэкономил до 40% денег на своих путешествиях. Четвертое, я заработал, продавая свои маркетинг-услуги клиентам из клуба. Пятое, я раскачал свой личный бренд еще больше благодаря лайфстайлу. Шестое, я познакомился с предпринимателями, инвесторами, маркетологами, финансистами и другими интересными личностями абсолютно со всего мира. Я обрел нужные мне контакты. А вот теперь представьте, если WorldVentures закроется в этой самой жух параллельной вселенной, и задайте себе вопрос, вы больше приобретете или потеряете? Просто подумайте, как здравомыслящий человек, и напишите в комментариях под этим видео свое мнение. Потому что все ответы, они на поверхности. Не усложняйте, учитесь находить ответы на поверхности. А я, как маркетинг-ревизор, вам всегда в этом помогу. Спасибо за то, что вы досмотрели мое разоблачение разоблачителей. Ставьте лайк справедливости к этому видео. Подписывайтесь на YouTube-канал, если вы вдруг еще не подписаны. И до встречи с вами в следующем видеовыпуске. С вами был Кир Уланов, маркетинг-ревизор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok